А вот в поселке Монетный хорошие дома решили пустить под снос. Зато действительно ветхие избы тут же по соседству никто ремонтировать не собирается. Где логика, удивлены местные. Чиновники кивают на документы. Мол, здания, которые нужно расстелить, числятся аварийным жильем. Причем давно, с 2002 года. Но за прошедшие десятилетия эти дома только лучше стали. Убедилась в этом Анжела Брик. Стены не сыпятся, рамы не вываливаются. Свой дом Татьяна Николаевна расхваливает не потому, что хочет продать, а наоборот, потому что не желает с ним расставаться. Чиновники ошарашили женщину новостью. Жилье числится ветхим и подлежит сносу. В такой же ситуации еще несколько семей Монетного. Сами того не зная, они попали в программу расселения из ветхого и аварийного жилья. И до 2017 года должны переехать в новый многоквартирный дом. Мы спросили, с чего нас должны селиться. Сказали, что ранее поступало заявление от кого-то из хозяевов. Мы не писали, на каком основании это. Но он говорит, значит, до вас. Я говорю, я с 1998 года живу. До меня дом стоял пустой. Тут четыре года никто не жил. Кто мог писать заявление? Кто мог написать заявление, в администрации Березовского точно сказать не могут. Вот слишком много времени прошло с 2002 года, когда формировали списки. Однако закон исполнять надо. Подошла очередь. Удивительно. Но насильно осчастливить пытаются именно тех, кто в переселении не нуждается и переезжать никуда не планирует. Мне нравится в частной доме. Я поэтому купила его с мужем, чтобы к старости жить на земле. Думают, что мы поверим, пойдем в коммуналку. Но я не пойду в коммуналку, я к старости. Мне что в коммуналке жить-то. Мы здесь-то расширяемся, строимся. Нам бы ваши проблемы, вздыхают соседи вынужденных переселенцев. В ближайших домах мечтают о том, чтобы их жилье признали аварийным. Семья Осмининых в Верховремянке живет уже 20 лет. Избушку со стенами и запилок продувает насквозь. И чтобы не замерзнуть, печь приходится топить дважды в день. Я могу вот оторвать, и там видно будет, там все. Там все, вот наскорку так с пальцем проткнешь. Однако этот барак в список ветхих местная администрация не внесла. Хоть он и принадлежит муниципалитету. Исправить ошибку предлагают самим жильцам якобы аварийных домов. Мол, докажите, что это не так. И даже собираются создать специальную комиссию. В зависимости от того решения, которое примет комиссия после обследования этого дома, станет ясно, есть ли необходимость носить этот дом, либо он безопасен для прошивания, где могут остаться граждане. Однако, по мнению юристов, жители не обязаны ничего доказывать. Необходимо в административном порядке написать заявление каждому из этих людей о том, чтобы разъяснили, на каком основании их включили в эту программу, и заявили о своем отказе от включения в эту программу. Мотивируют тем, что заявление они не писали, дома не являются ветхими, и администрация подошла формально к рассмотрению этого вопроса. Написать заявление юристы советуют и тем, кто на самом деле живет в аварийном жилье. Ведь раз одни отказались от квартир, их могут занять другие. Главное, чтобы чиновники разобрались и помогли тем, кому это действительно нужно. Анжела Брик, Алексей Богданов, Новости 41-го канала.